Обучение эксплуатации монитора Экскаватора Синемач 1.3 Экскаваторы Синемач оснащены тремя мониторами с разными дисплеями. Область отображения в основном включает в себя приборы, сигнальные лампы и световые индикаторы. Укажите работу, неисправность и рабочее состояние машины соответственно. Но монитор не дает полной гарантии состояния машины. Ежедневный осмотр и техническое обслуживание также необходимы в соответствии с требованиями. Название и функции значков области отображения. Вставьте ключ и включите питание. Дисплей монитора загорится. А затем вы будете поочередно знакомиться с названиями и функциями каждого значка. Счетчик рабочего времени отображает фактическое рабочее время экскаватора. Напряжение. Система отображает текущее значение напряжения системы. Шестерня отображает передачу газа, соответствующую ручке газа. Всего имеется 10 передач. Повышение. В нормальных условиях значок серый. Значок загорается, когда усилие автоматически увеличивается с помощью ручных кнопок или рабочей системы. Эта функция является нестандартной конфигурацией. Автоматический прогрев. После запуска двигателя, если температура охлаждающей жидкости составляет меньше чем или равно 10 градусов по Цельсию, можно установить, система перейдет в состояние автоматического прогрева. Когда температура воды достигает больше чем или равно 30 градусов по Цельсию, или он переходит в режим прогрева, на 3 минуты он выходит из режима автоматического прогрева. Блокировка. Безопасности пилота. Когда рычаг безопасности пилота поднят, значок блокировки пилота находится в разблокированном состоянии, и в это время вся машина может двигаться. Когда рычаг безопасности пилота опущен, значок блокировки безопасности пилота заблокирован, и вся машина в это время не может двигаться. Примечание. Оборудование не может быть запущено, когда рычаг безопасности пилота поднят. Скорость двигателя указывает текущее значение частоты вращения двигателя. Диапазон отображения составляет 0,3 тысячи обслэш мин. Зеленый сегмент – это нормальный рабочий сегмент, а красный – сегмент тревоги. Когда скорость двигателя превышает 2350 обслэш мин, значок становится красным. Появляется сообщение, обороты двигателя слишком высокие, пожалуйста, проверьте. В то же время звучит зуммер, и производится запись неисправности. Уровень топлива указывает текущий уровень топлива. Диапазон отображения – 0,0-100%. Зеленый сегмент – это нормальный рабочий сегмент, а красный – сегмент тревоги. Когда уровень топлива составляет менее 5%, значок становится красным и отображает сообщение «Низкий уровень топлива», пожалуйста, проверьте, и одновременно звучит зуммер. Температура охлаждающей воды указывает текущую температуру охлаждающей жидкости двигателя. Диапазон отображения составляет 40-120 градусов по Цельсию. Зеленый сегмент – это нормальный рабочий сегмент, а красный – сегмент тревоги. При получении сообщения о высокой температуре воды в блоке управления двигателем двигателя, температура воды больше чем или равно 107 градусов С, соответствующий значок на приборе становится красным, и появляется сообщение «Температура охлаждающей воды высокая», пожалуйста, проверьте. В то же время звучит зуммер, и создается запись о неисправности. Температура гидравлического масла указывает текущую температуру гидравлического масла, диапазон отображения – 40-120 градусов по Цельсию. Зеленый сегмент – это нормальный рабочий сегмент, а красный – сегмент тревоги. Когда температура гидравлического масла превышает 90 градусов С, значок становится красным, и отображается сообщение «Температура». Гидравлического масла высокое, пожалуйста, проверьте. В то же время звучит зуммер, и регистрируется неисправность. Воздушный фильтр – в нормальных условиях этот значок имеет белый цвет. Когда сопротивление всасывания воздушного фильтра увеличивается, значок становится красным, и появляется надпись «Воздушный фильтр засорен», проверьте. В то же время звучит зуммер, и регистрируется неисправность. Низкое давление масла – в нормальных условиях этот значок имеет белый цвет. При низком давлении моторного масла значок становится красным, и появляется надпись «Низкое давление масла», проверьте. При этом звучит зуммер, и фиксируется неисправность. Сигнализация разделения масла и воды – в нормальных условиях этот значок имеет белый цвет. Если в водомасляном сепараторе слишком много воды, значок становится красным, и появляется сообщение «Аварийный сигнал разделения масла и воды», пожалуйста, проверьте. В то же время звучит зуммер, и фиксируется неисправность. В это время масловодяной сепаратор необходимо слить. Тревога GPS – в нормальных условиях этот значок имеет белый цвет. При возникновении неисправности, связанной с GPS, значок становится красным, появляется текстовая подсказка, и звучит зуммер. Индикация предварительного нагрева – в отсутствии предварительного нагрева значок имеет белый цвет. Когда ключевой переключатель поворачивается в положение предварительного нагрева, значок становится красным, и указывает «Выполняется предварительный прогрев». Низкий уровень охлаждающей воды – в нормальных условиях этот значок имеет белый цвет. Эта функция является дополнительной. При падении уровня воды в радиаторе двигателя. Значок становится красным, и сообщает низкий уровень охлаждающей воды, проверьте. При этом звучит зуммер и фиксируется неисправность. Кнопка меню – нажмите соответствующую физическую кнопку ниже, чтобы войти в меню. Кнопка видео – если камера не подключена, на этой кнопке отображается серый значок. Когда камера подключена, значок в главном интерфейсе станет ярким. Режим работы – по умолчанию используется режим S. С. Используется режим S. Нажмите соответствующую физическую кнопку ниже, чтобы переключить рабочий режим, и после переключения отобразится соответствующий значок рабочего режима. Петля узора. С. Экономичный режим. Диапазон скоростей 1000 – 1985 обслэш мин. H. Режим большой нагрузки. Диапазон скоростей 1000 – 2100 обслэш мин. L. Режим легкой нагрузки. Диапазон скоростей 1000 – 1765 обслэш мин. L. Би сломанный режим. Режим ходьбы. По умолчанию используется режим медленной ходьбы. Нажмите соответствующую физическую кнопку ниже, чтобы переключиться в режим высокоскоростной ходьбы. Автоматический режим ожидания. По умолчанию разрешен режим автоматического ожидания, а значок отображается ярким цветом. Нажмите соответствующую физическую кнопку ниже, чтобы переключиться в режим автоматического запрета «Простое». В это время значок отображается серым цветом. Тишина. В обычном состоянии значок отображается белым цветом. Когда подается сигнал тревоги или подсказки, и звучит зуммер, на приборе отображается красный значок состояния зуммера. Нажмите соответствующую физическую клавишу под ней, зуммер перестанет издавать звуковой сигнал и отобразится красный значок тишины. Подсказка о времени или содержании будильника. Когда система не находится в состоянии тревоги, в этой области отображается текущее время. Когда в системе поступает сигнал тревоги, отображается текстовое сообщение о тревоге. Настройка языка монитора. Нажмите физическую кнопку под значком меню. После входа в главное меню можно выбрать 5 пунктов сверху вниз, параметры системы, информация об использовании, записи неисправностей, настройки пользователя и настройки системы. С помощью клавиш со стрелками выберите 4-й, настройки пользователя. После входа выберите 2-й, настройки языка. После входа выберите нужный вам вариант языка. Здесь выберите вариант английский и подтвердите. В это время на дисплее отображается английская версия меню настройки пользователя. Нажмите клавишу возврата, чтобы войти в главное меню, а затем нажмите клавишу возврата, чтобы войти в основной интерфейс экрана дисплея. Отображение операций под меню на различных уровнях. Войдите в главное меню с помощью клавиши меню. Главное меню имеет 5 подменю. Параметры системы. Информация об использовании. Записи неисправностей. Настройки пользователя. И настройки системы. Выберите, чтобы войти в системные параметры. Меню параметры системы имеет 4 подменю. Рабочие параметры. Информация о неисправностях. Информация о состоянии системы. Информация GPS. С помощью клавиш со стрелками выберите «Рабочие параметры», чтобы просмотреть аналоговые значения текущей работы системы. После просмотра используйте клавишу возврата, чтобы вернуться в верхнее меню «Параметры системы». С помощью клавиш направления выберите «Информация о сигнале неисправности», чтобы просмотреть состояние сигнала тревоги, и используйте клавиши вверх и вниз для перелистывания страниц. С помощью клавиш со стрелками выберите «Информация о состоянии системы», чтобы просмотреть информацию о состоянии переключателя текущей операции системы. С помощью клавиш со стрелками выберите «Информация GPS», чтобы просмотреть текущую информацию о состоянии GPS. После просмотра используйте клавишу возврата, чтобы вернуться в главное меню, и с помощью клавиш со стрелками выберите «Информация об использовании». Меню «Информация об использовании» имеет пять подменю «Примечания», «Информация о хосте», «Информация о контроллере», «Информация о приборе», «Информация о техническом обслуживании». С помощью клавиш со стрелками выберите «Примечания», чтобы просмотреть некоторые основные моменты, на которые пользователи должны обратить внимание при работе с хостом. После просмотра используйте клавиши «Возврата», чтобы вернуться в верхнее меню «Информация об использовании». С помощью клавиш со стрелками выберите «Информация о хосте», чтобы просмотреть модель хоста, серийный номер хоста, номер телефона службы поддержки и адрес веб-сайта. С помощью клавиш со стрелками выберите «Информация о контроллере», чтобы просмотреть номер версии программного обеспечения контроллера. С помощью клавиш направления выберите информацию о приборе, чтобы просмотреть модель прибора, серийный номер прибора и версию программного обеспечения. С помощью клавиш со стрелками выберите информацию о техническом обслуживании, которое имеет два подменю – ежедневное обслуживание и проверка, а также содержание цикла обслуживания в течение 3000 часов. Выберите для ввода категорию ежедневного технического осмотра, чтобы просматривать элементы технического обслуживания каждые 10 часов, каждые 50 часов, каждые 100 часов и каждые 250 часов. Выберите для ввода содержимое цикла технического обслуживания в течение 3000 часов. Вы можете просмотреть информацию о техническом обслуживании через 50 часов, 250 часов, 500 часов, 1000 часов, 1500 часов, 2000 часов, 2500 часов и 3000 часов. После просмотра нажмите клавишу возврата, чтобы вернуться в главное меню. Используйте клавиши со стрелками, чтобы войти в запись неисправности после ввода пароля. Чтобы просмотреть серийный номер неисправности, ее содержание, системное время, когда она произошла и количество часов, в течение которых она произошла. Если неисправность является аналоговой величиной, запишите значение в момент возникновения неисправности. После просмотра нажмите клавишу возврата, чтобы вернуться в главное меню. С помощью клавиш со стрелками выберите настройки пользователя. Меню настройки пользователя имеет 7 подменю. Регулировка часов, настройка языка, настройка яркости, тон клавиш приборов, калибровка дроссельной заслонки, двухуровневый автоматический холостой ход, настройка приоритета стрелы. Выберите, чтобы войти в регулировку часов, вы можете установить текущую дату и время и нажать клавишу возврата, чтобы выйти после подтверждения. Выберите вход в настройки языка, вы можете выбрать отображение текста операции по мере необходимости. Выберите, чтобы войти в настройки яркости, вы можете использовать соответствующие функциональные клавиши для регулировки яркости дисплея. Выберите, чтобы войти в звук клавиш инструмента. Вы можете включить или выключить звуковой эффект клавиш инструмента. Выберите, чтобы войти в калибровку дроссельной заслонки. Вы можете выбрать автоматический или ручной дроссель с помощью клавиш направления. Выберите, чтобы ввести вторичный автоматический холостой ход, вы можете включить или выключить его с помощью клавиш направления. Когда оборудование работает и обнаруживает, что ручка не двигалась в течение 5 секунд, оно автоматически снижает скорость до третьей передачи. Если в течение 25 секунд не происходит никаких действий, скорость снижается до первой передачи точка, это второй уровень автоматической скорости холостого хода. Если его выключить, устройство опустится только до третьей передачи. Выберите, чтобы войти в настройки приоритета стрелы. Вы можете включить или выключить эту функцию с помощью клавиш направления. После завершения операции нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться в главное меню. Настройки системы недоступны для клиентов.